Субтитры создавал DimaTorzok Раздался звонок. И вскочила в квартиру маленькая женщина. И сунула этой тете Гале маленькую записочку. В общем, сверточек. И убежала. Вот это я вам покажу. Это мама из окна их уже высылали в Казахстан. И мама из окна кинула вот этот клубочек. На этой тряпочке, вы посмотрите, еще сохранились чернила. Написала, пожалуйста, ради Бога. В общем, передайте детям, что нас везут в Казахстан. Вот. Выехала из Ростова. Еду эшелоном. Узнаю, точно напишу. Прошу вас, передайте детям. Эночке. Берегите Карлушку и Майку. И Маеньку. Маюсеньку, что ли. Вот. Вот это то, что она выкинула из поля. А дальше что написано? Вот адрес. Умоляю передать. Умоляю передать. Переслать адрес Москва, Дмитровский переулок, дом 4, квартира 7, Драгунскому. Чего-то учиться хорошо. Это бедному картушке. Мои любимые. Мои любимые, что ли, дети. И мы едем в этот Батайск. Вот эти волкодавы и солдаты, которые рвутся, вот это было рядом. Это я видела своими глазами. Причем я дала, ну сколько мне девять, одиннадцать, лет только тринадцать. Я дала слово, плакать я не буду. С этим меня сестра взяла. Поедем. И что вы думаете? Вот эти волкодавы, поезд стоит. Вагоны, теплушки и решетки. И все разговаривают, кричат. Эти солдаты отгоняют. Все кричат. А мы ходим-ходим, ничего. Не нашли мы маму. Хотя написано, что в Батайске, тетка сказала, которая принесла, мы приехали в Ростов. Обратно. И тетя Галя сестру беременную отчитала. Как ты могла уехать? Надо было ночевать там на ступеньках и ждать. И с утра чуть свет, мы опять едем туда. И что вы думаете? Вот есть такое выражение еврейское счастье. В кавычках, вот это счастье. И что вы думаете? Все разговаривают, а мы нет. И вдруг поезд стал маневрировать. С трех путей стали выстраиваться один длиннющий поезд. Не могу. И вот когда уже он пошел, вдруг раздался дикий крик. К доченьке. Она нас увидела. Мы бежали за поездом, он уже уходил. Все. Все. Продолжение следует. Продолжение следует. До свидания.